А здесь же парковка. Тарковки здесь нет. А кого здесь там? Парковка разлинула. Здесь тротуар. По которому на автомобиле двигаются. А кто инициатор данной акции? Тротуары? Нет, вы то, что вот здесь находитесь. Кто организовал? Никто не организовал. А вы сами по себе? Я сам по себе здесь, да. Насмотрите ютубы, кто-то честно страдает. Всего доброго. Велосипед не трожь. Мужчина, веди тебя. Все нормально. Не да. А вам заметно. Ну, ты мой велик. Давайте вызывать. Углаз только уротов. Выходите ко мне. А что? Что получится? Тихо, тихо, тихо. Спокойся ты, мальчик. Подходи ко мне. Не, не, подожди. Не уходи, хорошо? Да не подходи ко мне. Крупа активистов, каких-то непонятных, которые наклейки якобы клеят на машины. Которые ездят под ротуаром якобы. Ушликнули мне в глаза баллончиков. Ну, нахуй, где-то дело-то. Могу вам задать встречный вопрос. Какой же? Что, кавказец, что ли? Чего решили руки распускать? Я руки не распускал. Я руки не распускал. Да ладно, завязать снимать тоже. Сами решили, что там появится. Да ладно, что-то там он срисует. Не работай, иди, господи. Сами едете. Нет, я отработаю. Молодец. Здравствуйте, уважаемый. Ребят, в чем дело? Вот у меня тот же вопрос к вам. В чем дело? Здесь же проезжая часть. Где проезжая часть? Вот машина стоит в стоянке. А то, что люди по проезжей части ходят вас не смешает? Всего доброго. Стоит ко мне подходить. А то, что вам? Мужчина, камере не подходите, пожалуйста. Я к кому хочу, такой подхожу. Убрать? Мужчина, камере не подходите, для вас не плохо закончится. Не угрожаешь? Я вас предупреждаю. Если вы будете вести себя агрессивно, вы получите ответные действия. Я когда буду себя вести агрессивно, тогда уже давай. Уже ведите себя агрессивно. Ты что, не могу ходить, что ли? Не подходите, пожалуйста, к человеку. Я не буду тебя спрашивать, тебе подходить или нет. Кто-то такой. Кто-то спрашивает меня, надо ко мне подходить или нет. Ты же ко мне оболочкой в глаза пшикал, ты же не спрашивала. Я пшикал? Слушай, не подходите к камере. Я не подхожу, я просто хожу. Вы пытались и краски на супер, потом спрашиваете, почему вы встали? Давай без этого х**а. Давай тебе в глаза уходить. Ну х**а этого г**а. Посмотрю, как ты будешь. Ты же зачем было краски на супер? Ой, слушай, иди ты на х**а. Сами идите туда, это ваш любимый маршрут. А? Сами идите туда, это ваш любимый маршрут. Они там регулярно. Бываете. Слушай, не стой с камерой, уважаемые. Да что ты, господи. Я вас предупредил. Что-то меня, кто-то такой-то. Вы не понимаете? Я что здесь, я все понимаю. Здравствуйте. Вы на тротуар заехали? Да, я развернусь, поспечивание в обратную сторону. Я могу и дальше вернуться, но я попусти. Всего доброго. Вы нормальные вещи делаете, но как бы не в этом виде, которые вы делаете. Да, перестаньте меня снимать-то. Ну, кто вы такие-то? Ты что, действительно, били что ли? Чего ты меня снимаешь? Я ж нормально. Да, не подходите просто. И все, и вас не будут снимать. В чем проблема? Я не понимаю. Ну, вы сами подходите к нам. Вы ввели себя неадекватно. Конечно, мы будем фиксировать нас на видео. Кто сказал, неадекватно? Ну, вы, за что получили перцем? Не знаю. Ну, конечно. Вы не знаете. Вы сейчас будете дурочком прикидываться и все нормально, конечно. Поэтому, конечно же, вас будут фиксировать, как будете только подходить к нам. А кто вы такие? Люди. А что за люди? Обычные люди. Мужчина, подходите, пожалуйста, к камере. Я вас попросил уже сто раз. Не надо, пожалуйста, вести себя неадекватно. Я вижу. Девушка, как вас зовут? А как вас как я зовут? Ну скажи. Престаньте ко мне подходить. Мужчина, вы мало перца получите. Вы еще добавите? Добавим. Девушка, как вас зовут? Да я к тебе не подхожу, господи. И что? Зачи что? Мужчина, не приближайтесь к девушке. Я буду расцениваться как нападение. Девушка, ну такая красивая. Здравствуйте. Для начала вызывал я, прислал он. У нас патрульная постовая с ползива. Здравствуйте. Что вас произошло? Вызывал, то есть я, прислал баллончиком в глаза. Претензии к нему. Здравствуйте. Кто вызвал полицию? Я. Вызывал? Да. Да, прислал баллончиком в глаза. Мужчина пытался заехать сюда на автомобиле. Просили его этого не делать. Он, соответственно, уехал. Проходя уже мимо пешком, ставил модельчек с велосипедом. Начал, соответственно, пытаться ударить человека. В данный момент я уже вмешался, соответственно. У вас есть записи этого? Так, предлагаю тогда вам всем всем приехать в отдел полиции для разбирательства. Если у человека есть претензия к нам, без проблем, можем, соответственно, передать вам данные свои паспортные и подъехать чуть позже в отдел. Не, просто если человек придает вас еще. А нам придется вас забрать. Он напишет заявление. Так нет, мы же, я же говорю, что я вам просто передам свои данные, паспортные документы все с собой. Мы просто позже... Административное задержание. Так давайте тогда нам, если напишем заявление. Сейчас даже напишут. Пусть напишут заявление. Ну это, видите, провокаторы конкретные. У них два человека в положении. Кидаются на людей. Вот там еще одному угрожат. У вас же бланки с собой должны быть по идее. Ну я еще раз проясняю. Это просто простовая служба. У нас пресечение на улице. Мы не работаем. Поэтому на данный момент мы видим, что драки какой-либо уже нет. То есть здесь уже идут разбирательства. Сейчас тогда будем все это убедить. Дальше связываются движущие части. Хорошо. У вас здесь вообще не было. Вмешивайтесь, пожалуйста. Давайте пока не будем... Кто такие? Функцию полиции, что ли, на себя берете? Есть провокаторы, есть снимающие, есть охраняющие. Целая группировка, блин, какая-то непонятная. Давайте поехать на улицу. Я сегодня здесь не останусь. Что это такое? Вы специалисты смотрите специально, когда провокаторы стоят. Вы уже не видите, что ли? Я вам поясняю. Я подчиняюсь. Нет, я понимаю. Но сейчас опять будет ситуация. Будет спор. Вы не совершатели из них. Вот, они нападают. Нет, все. Вопрос закрыт. Тогда едем все в отдел. Я не согласен. Эти люди на меня напали. Вы можете это сами проследовать в отдел. Давайте. Мы-то проследуем. Не просим. Но мы когда не подпеклись, то есть, да? Мы убываем. Понимаете? Нет, нет, нет. Вы не убываете. Вы понимаете? Я прошу добрать меня и их в отдел. Вы можете еще раз позвонить в дежурную часть. Хорошо? Давайте. Телефон дежурный. Телефон дежурный. Как вы зовут? Лейтенант Рыжкова. У него паспорт взяли. Да. Ну вот. Кого я сейчас заявляю? Он сейчас уйдет и все. Вам же пояснили, что будет участковый. Так, а если вот они до участкового уйдут, то это такие вообще? Участковые они явно не уйдут. Нет, а кто это такие? Вы посмотрели их паспорта? Ааа, так. Какие позовные у вас? Да нет. Ну, хотя бы понятно. Кто они сейчас осмотрелся и уйдут? Человеку залили глаза. Восемь штатный отдел, коалиции 573-59-00. Нет, нет, подожди, не уезжайте. Девушка, девушка, стоп, стоп, стоп. Я хочу написать сейчас у него заявление. Пожалуйста, вы имеете право. Можете сказать о паспорте в нем? Смотри. Можете писать? На Кабулах? У меня неустановленное лицо. Установленное лицо, правильно? Нет. Писает Рыжков, узнаете, пожалуйста, его... Вы меня услышали? Нет, вы меня услышали. Вы ждете в участкового? Не буду я ждать в участкового. Что такое-то? Что за бред-то? Лейтенант Рыжаков. Девушка, он на меня напал. Беззабит, ребята. Я нас сейчас позову. Ребята, красавчики. Спасибо. Сфоткаю тебя, не против? Малышка, пойдешь там фоткаться? Девушка. Малышку в зеркале? Да. Малышку в зеркале? Малышку в зеркале. Развищаюсь, то есть там будем. Не против. Ты видишь, здесь стояли автомобильные руки? Ну хорошо, а тогда предложите какой-то другой вариант людям. А есть вариант. Сделали. Администрация СИЗОНА сделала парковку. Только со стороны проспекта СИЗОНА. Да. Там парковка, ну, 50-60 парковочных мест там есть. Правильно. И все, туда заезжайте, паркуйте, сидите. Магазины и к входу к магазину будут близко даже. Ваша акция состоит в том, чтобы магазин открыл проезд вот на эту парковку организован. Во-первых, это не акция. Во-вторых, проезд там открыт. Нет, подождите, а вы зачем меня снимаете? Я вам дала разрешение, наверное? А нам не требуется ваше разрешение. Почему? Ну, как только вы из дома выходите, вы уже автоматически даете разрешение. А вы что, простите? Водители заезжают, вот, как обычно, вот на эту парковку, которая организована для автомобили. Вы только что видели, что БМВ пытался заехать сюда. Ну, правильно, потому что вы стоите здесь, они же не будут по вам проезжать. Именно для этого мы не застаем, чтобы они ездили там, где им положено, а не там, где они хотят. Так что значит положено? Вот для них парковка организована. Здесь нет парковки, здесь не право. Обернитесь, пожалуйста, там разметка есть. Какая разметка? Идите, посмотрите, вот разметка парковки. Если бы здесь была парковка, там был бы знак. А где здесь знак? Где вы поставили здесь знак? Ртипроводfficação, где здесь знак. П boreddemizophrenка Заход esimerk School indicated? Почему вы стоите? Почему не выставлен, не где, что сюда заезжать нельзя, что, здесь больше нет парковки? Какой целью подставить? А вы сейчас теперь говорите, что здесь бы стоял знак. Если бы вы знали ПДД, вы бы знали, что у нас на тротуар знаки не ставится и движение. А при чем там тротуар? Вы даже слушай, движение по тротуару запрещено, согласно праве. Согласна, без знака. Вы за пешеходов, тремя руками. Но есть еще и водители, они тоже люди. Если у магазина открыта парковка, если магазин ее перекрыл, значит вам нужно... Нет, я ее не перекрыл, заезд просто на нее с Сизова, а не здесь. Ну где заезд? Здесь нет парковки. Вот парковка, обернитесь. Вот парковка около магазина. Если бы здесь была парковка, здесь бы был знак. А почему? А сюда же можно заезжать. Там же парковка. Где парковка? Вот там, разве там не парковка? Здесь нет парковки, парковка с Сизова, с другой стороны. А знаки есть, что нельзя парковаться? А у нас по тротуару можно ездить? Какой знак должен здесь стоять? А где знаки, что нельзя заезжать? А вот у нас разве должен быть какой-то знак, чтобы по тротуару ездить? Вот они стояли около магазина, все машины стояли. И они не имеют права сюда заезжать. Вы слышите, это тротуар, он для пешеходов. Я живу здесь 20 лет. Вот сколько здесь стоит этот магазин, вот столько сюда люди заезжали. Вот все эти годы, они заезжая сюда нарушали ГИБДД. В этом году вы решили, так сказать, свою волю отменить вас. А скажите, пожалуйста, вы с ГИБДД данные действия согласовали? Какие действия? Стояние на тротуаре. Вот то, что вы стоите, не пускаете автомобили. Я имею право стоять на тротуаре сколько хочу. А вы согласовали данные действия с администрацией Санкт-Петербурга? Мужчина, здравствуйте. На парковочку заезд Сизова. Там прыщи стоят. Что здесь? Прыщи. Перед Сизоном? Я сейчас не спорю. Так вот организованная парковка, она просто с другой стороны. Нет, я знаю. Вот там, где ребенок сейчас идет, там парковочные места, там разметки есть. Здесь нет пленки, нет. Вот где ребенок идет? Здесь с этой стороны парковки нет, здесь тротуар. Нет, вот там, где идет ребенок, там есть парковка. Вот смотрите, еще раз слышите. С другой стороны здания есть парковка, здесь ее нет. Чтобы упасть, вам нужно было бы с Сизова заехать с улицами, либо объехать вокруг здания, сзади. не понимаете пока ему это у испdarело довело вот здесь я понимаю я сейчас нахожусь под варьера испорю годом году я человек сейчас идут там парковочные места там есть размеются где полус uma стая нет раньше вот два чаяхи так вот вы имеете в на скобине дес коляске да там же есть проколы и снять покупка там есть разметка да я не спорю я просто спрашиваю какое ваше предложение Reese mattress Парковочные места? Есть организованная парковка, просто она с другой стороны. Я полностью с вами согласен, что я сейчас на тротуаре... Так о чем вы тогда спорите, если вы с нами согласны? Потому что я не могу проехать на те места, которые там расчерчены. Еще раз, пожалуйста, сзади здания есть проезд, позади него. Вот куда? Вот, смотрите, через 10 метров. Вот туда, обратите внимание, куда я вам показываю. Да причем тут, я вам говорю, вон там места парковочных. Здесь нет парковки, здесь тротуар, вы мне слышите? Да не здесь, а вот там, через 10 метров. Вы сейчас где находитесь? Мне просто интересно ваша логика мышления. Давайте с вами паркуете, по правилам, потом с вами побеседуем. Я паркурую, возьмем паркурую. Вы еще накречку получите на лобовое стекло. Вы что, угораете, что ли? Я с вами не спорю, не очаровываю. Вы прямо сейчас стоите, и в основном спорите. А по ней можно ездить? А как я должен проехать на парковку? А по тротуару ездить можно? Нет? Парковка. Да вот здесь нет, я вон там вам говорю. Здесь нет парковки, вы где-то знак парковки здесь видите? Я вижу там разметку. На какую разметку? Вот, пойдемте, я вам покажу. Еще раз, на тротуаре, если бы здесь была парковка, стоял бы знак. Услышьте, пожалуйста. Парковка вот здесь. Здесь нет парковки. А как я туда проехать должен? Через тротуар. Раньше вон там можно было. А по тротуару у нас можно ездить? Меня интересует сугубо логика вашего мышления. За что вы боретесь? За то, что тут есть проезд по тротуару? Здесь проезда нет, здесь тротуар. Хорошо, да, окей, не спорю. Как я проеду вот на те места, которые есть там? Здесь нет места. Да я не здесь говорю, там. Есть разметка на полу? Нет, ее стерли уже давно. Когда? Давно уже, много месяцев назад. Ну когда, нет. Да? Нет. Вот когда стерлика растает, придите посмотрим. Хорошо, если я сейчас скажу, ее не увижу там. Очень много сам разговариваем. Ну и что? Если вы продолжите стоять, получите наклик на лобовое стекло. Ну и что? Я же с вами просто разговариваю. Раньше здесь были места. Раньше здесь основы лес был еще. Ну вот и все. Просто очень странная логика Мишлей. Ну не надо только дворенько трогать, чтобы вы вернете. Мы дождались участкового. Как мы поняли, заявление никакое данный гражданин у нас не написал. Никакие объяснения нам давать с необходимостью не было. Поэтому мы заканчиваем наш рейд и идем домой. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!